Реставрация 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 Из-за этого имеем огромные потери. Я регулярно обследую здания, где люди говорят, а мы облицевали гранитом. А это вместо гранита, это коммерческое название, вместо гранита там какой-то гнезд стоит, какой-то долометизированный известняк еще какой-то, что-то такое. Ну, неважно. Значит, что такое известняк? Это целая группа материалов. Грубо говоря, часть это химогенные материалы, травертин химии, а часть органогенного, это ракушники и тому подобное. Если мы обернемся к применению известняка в России, в первую очередь в Москве, мы столкнемся с интересным фактом, может быть даже смешным, потому что применение известняка в России напрямую почему-то связано с политическими явлениями. Это анекдот. Это так. Значит, условно можно разделить на три этапа. Первый этап – это до 1917 года. Значит, широко применялся прекрасный белый известняк, из которого построена половина тогдашней Москвы. Белый камень. Кремль, все кремлевские постройки, основные ритуальные сооружения, основные правительственные учреждения были сделаны из этого известняка. Значит, большинство вещей мы просто говорим известняк. Но это был уникальный известняк. Качество известняка зависит в первую очередь от его возраста. Чем старше известняк, как коньяк, тем дороже и качественнее. Значит, был единственный карьер, под городом Щелково находится сейчас, из него добывали этот камень, делали все эти здания. Они простояли несколько веков. Я лично обследовал здание церкви Иоанна Крестителя. Это бывший в столешнем переводе. Это был до Иоанна Грозного. То есть зданию минимум 600 лет. Это Иван Третий. Оно прекрасно сохранилось. Правда, недавно его специально подорвали, по-моему, или что-то с ним делали, чтобы приводировать. То есть его сделали аварийным и снесли. Но он простоял. Значит, мы имели дело с уникальным материалом, возраст которого доходит несколько 300 тысяч, 300 миллионов лет. Уникальный материал. И он спасал от всех наших эксплуатационных и погодных народных. После этого наступил относительно грустный период. Это до 30-х годов, когда никто ничего не хотел. Применяли самые простые материалы для конструктивизма, новые эти здания. А потом кинулись, что пришлось реставрировать. Выяснилось, что карьеру шоу под гордом. Вы видите сверху еще старую кладку, которая прекрасно сохранилась. А снизу какие-то огрызки, камни, которые кусками отваливаются. То есть выяснилось, что это здесь никак нет. То есть стал вопрос реставрации этих вещей. Этот вопрос стоит до сих пор. И дальше пошел еще один период. Очередные политические изменения. Это второй период. Где-то в 50-х годах потребовалось новое строительство. Причем в массовом порядке. Люди хотели жить богато. Особенно все эти здания для партийной элиты, правительственные здания и подобное. Кинулись искать травертин, то есть известняк. Этот известняк, о котором я говорил, но он оказался никчемным. И решили перейти на такой же, то есть химодельный известняк, это травертин. И на ракушечку, который тоже известняк, только арголедельного происхождения. В массовом порядке с 70-х, 60-х до 90-го года огромным количеством пилился этот известняк. В разных регионах, в основном юга России и юга Украины. И из него обрецовывались все эти здания. Если вы пройдетесь по центру Москвы, их огромное разнообразие подобных зданий. Чем отличались, почему они выбрали именно известняк? Ни мрамор, ни гранит, ни все остальное. Потому что он очень легко пилился, прекрасно обрабатывал, имеет белый, кремовый, нежный цвет. Но выяснилось следующее подробное, что тогда не было химии, что все эти вещи очень подвержены внешним нагрузкам. И, как я говорил о этом начальнике, который вышел на балкон и обратил внимание, вот в данный момент острейший вопрос стоит. Потому что весь город, если вы еще раз пройдетесь по центру, в центральной части, облицован этими породами, ракушечником, травертином, частично известняком. И он имеет самые разнообразные оттенки. От грязных тонов, серых каких-то, в самых страшных ситуациях. И сейчас он что-то считает в городе этот вопрос. Значит, когда мы осмотрели этот комплекс зданий, о котором я говорю, я не хочу назвать конкретно, чтобы не обижать людей, потому что это все связано с деньгами. Это самое. Выяснилось, что там можно три зоны наблюдать. Первая зона – это классическая московская зона облицовки. Это рядом метро. Люди брали масляную краску или паркетный лак и закрашивали. Они думали, что это замедлить разрушение камня. В Саджасске это делалось совершенно наоборот. Под водостойким покрытием вода испарялась, замерзала. Камень мгновенно разрушался. Метро, допустим, сейчас скажу. Метро Пушкинский. Выйдите прямо из города, пощупайте выход гостей из России. Вы поймете, что там происходило. Вторая зона, поскольку этот камень имеет выдающуюся поверхность, развитую поверхностью полисты, он великолепно прилепляется к стене. Если его посадить на обычные растворы, от него не отдерешь. В общем, ну, очередная классическая советская шутка, это самое, почему-то старались, во-первых, качество было обработано, почему-то старались делать без шоу. То есть, вкладка идет без шоу. Что это означает? Это означает, что при перепаде температур это все начинает играть. Вторая, московская новинка. Я обнаружил, что во многих местах эти вещи прибывались гвоздями или шурупами. То есть, это на высоте 10 метров, там, пятый этаж или там сколько, шурупами привинчили. Это катастрофа. То есть, если поднять человек, ну, то есть, шурупы. И третье, значит, выяснилось, что все эти вещи практически пропускают воду. То есть, мы не имели никаких защитных вариантов тогда. И сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения. Потому что в результате этого моего заключения выяснилось, что, в принципе, город правильно требует очистить фасады. Что означает очистить фасады? Это привести этот фасад в то состояние, в котором он был до вкладки. Но тут возникает множество проблем. Во-первых, мы имели все эти годы дело с абсолютно защищенным материалом. Если отодрать эту плитку от фасада и обломать ее, мы поймем, что грязь проникла настолько глубоко, что ничего не сделаешь. С другой стороны, архитектурный облик города требует сохранения этого всего. И вот эта вся процедура стоит сейчас перед городскими властями. Я несколько вариантов предложил им. Но пока это все находится в стадии этого самого обсуждения. Причем они почему-то очень странно подходят к этому материалу. Потому что что такое известняк? Когда он пропитывается водой, он становится темным. Света вот из Жака Юрия Александровича. А когда он высыхает, он стал белым, светлым, культурным, как у дамы, платье, дождь. То есть он от освещенности меняется, понимаете? И вот эта вся комплексная задача до сегодня здесь стоит перед городом. Когда я написал, что в принципе это решать нельзя, надо просто очистить. На меня смотреть долго. Этих людей оштрафовали, кстати, потому что начальник слишком большой. Написал прямо. Их оштрафовали, но фасад остался. То есть я еще раз повторяю, вот это моя повседневная работа. Я не хочу углубляться в какие-то теоретические изыскания. По всей России этот вопрос стоит. Потому что после этого наступила последняя эпоха применения известняка. Это современная эпоха. Мы начали, научились более-менее применять известняк. Во-первых, весь травертиль идет пропитанный. Если пройдетесь, он весь закрыт, поры закрыты либо эпоксидкой, смолами разными, либо цементами. Потом мы научились их защищать. Гидрофобизирующие покрытия. Но в любом случае этот вопрос очень сложный. При каждой кладке я каждый раз, когда люди предлагают эту вещь. Вот сейчас вопрос стоит о площади Сахарова. Я там подключен к этому. Мемориальный конфликт. Эти все вопросы надо очень серьезно обсуждать с участием специалистов. К сожалению, на сегодняшний день такие вопросы решают либо какой-то, пардон за выражение, малограмотный архитектор. Я не говорю с точки зрения архитектуры, с точки зрения материаловедения или дизайна. Либо какой-то большой начальник, который подписывает. Говорит, ну ты здесь нет, я подписал, и ставьте его, ничего больше не надо. То есть все эти серьезные вопросы сейчас замалчиваются. Но это опять всплывет, потому что город развивается. Рано или поздно опять возникнут проблемы, и мы все будем стоять перед этим вопросом. Поэтому я еще раз извиняюсь за то время, которое я отнял. Я жаловался на свою работу. Но другого ничего нет. Мы живем в этом городе. Придется всем этим вплотную заниматься. Сейчас, конечно, получше, но все равно проблемы остаются. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что это все хорошо. Пожалуйста, вопросы к докладчику, какие-то есть. Докладчику вопросы или потом на досуге можно будет обсудить. У нас стенд H11-H13. Вот там, в конце этой зоны находится наш стенд. И Жераль Ташезович там все время находится. Поэтому можно с ним общаться. Сейчас мы заслушаем еще один наш доклад. Это наши сотрудники, которые занимаются технологиями обработки различных горных пород и минералов. И вот очень, на мой взгляд, выдающийся петрограф. Один из лучших в Москве. По крайней мере, он консультировал и реставрацию Кремля, и многих станций метро. В Москве, в том числе, значит, Владимир Сергеевич Чернадцев. Вот он расскажет о том, что они разработали в области обработки змеевиков. Пожалуйста. Я хотел бы свой маленький комментарий к предыдущим докладам сделать. Вот в какой связи. Мне также приходится часто сталкиваться со случаями, когда бизнесмены, отделывая свои особняки, участвуя в отделке самых разных общественных зданий и других, экономят на специалистах. И это приводит к тому, что потом, когда происходят различные изменения с камнями, ну, начинают грешить на натуральный камень. А это вина всегда только у тех, кто экономит на специалистов. Привлекаете чаще таких специалистов, как Моторна Николая Николаевич, как уважаемый Казарян и других. И вы никогда об этом не пожалеете. Ну вот, наконец, мы приступаем к следующему, завершающему докладу. Он, может быть, не столь объемен и обширен, но посвящен очень простому камню, который официальное название имеет серпентинит, а в народе его называют змеевиком. Ну, а если по сути, то серпентум по-латыни «змея». Отсюда за сходство с кожей змеи этот замечательный камень очень разнообразный. Сегодня я попробую вам это продемонстрировать, насколько он необычен. Если вы с помощью специалистов что-то у себя задумываете из этого замечательного камня, то вы можете, можно сказать, поучаствовать в изготовлении как изделий, в свое время таких, как делала фирма Фаберже, используя бавенит, это одна из разновидностей серпентинита, так и в облицовке многих интересных общественных мест. Вот, например, у нас те, кто пользуется метро, знают станцию метро «Славянский бульвар», а он, по сути дела, облицован очень необычными карбонатизированными серпентинитами. Ну, зарубежные названия чаще всего у них «Верда Гватемала», а мы, как геологи, минералки, привыкли его называть так, как и положено, не иностранными этими марками, которые, может быть, красиво звучат, но для многих не ясны. А когда мы называем своим именем серпентинитой, это всегда серпентинитой, или чистый минерал серпентин, типа бавенита, который вообще является даже ювелирным. Итак, я приступаю к своему докладу. Ну, семейство серпентина очень большое, и я здесь вас знакомлю только с самыми главными из них, которые слагают почти все серпентиниты. Это антигорит, хризатил и лизардит. Внешне они отличаются немного, но специалисты их отличают антигорит, пластинчатый, хризатил, волокнистый немного, и, кстати, благодаря этому образуется на основе хризатила хризатил асбесты, которые те, кто с камнем связаны, знают хорошо. И лизардит, более плотная масса, такая почти аморфная, на первый взгляд, но под микроскопом тоже видно, что она кристаллическая. Следующий. Ну, эта таблица очень мелкая получилась, к сожалению, мы не можем подвинуть поближе, но я вам просто прочитаю. Самая благородная коммерческая разновидность серпентина называется бавенит. Это полупрозрачный, зеленый, желто-зеленый, иногда как прямо в виноградинке, если кто себе вообразит, что такое виноград. Вот серпентин бавенит. По сути дела, многие художники, мастера, как раз и делают всякие виноградные лозы из этого самого бавенита. Ну, а фирма Фаберже использовала ее в своих изделиях, часы, подставки и многие другие. Затем бельем сит, тоже полупрозрачный, ярко-зеленый, сателлит с эффектом кошачьего глаза, поскольку состоит в основном из хризотила, волокнистый, полощатый реколит, ретинолит медово-желтый, афит и серпофит, фарфоровидный, негресцит темно-зеленый до черного, нефритой темно-зеленый и бастит, бронзово-серый, серовато-зеленый, с зеркальным блеском по спаянности пероксенов, которые этот серпентин заместил. Ну, вот такой довольно длинный ряд разновидностей серпентинов, слагающих породы, которые называются серпентинитами. И от того, какие минералы в нем больше присутствуют, как они присутствуют, в каком виде, мы имеем различную декоративность этих камней. Ну, в природе серпентиниты могут выглядеть приблизительно так, вот как здесь, вы видите полоса светлых пород, зеленовато-серых, на фоне коричневых, таких вот основных, не серпентинизированных или мало серпентинизированных пород. Дальше. Ну, тут маленькая схемка. Дело в том, что серпентиниты образуются по магматическим, очень глубинным, интрузивным породам, которые имеют, ну, три главных названия. Это дуниты или оливиниты, чисто оливиновые породы, это передатиты, оливиновые породы с присутствием пероксенов, и это пероксениты, состоящие в основном из самих пероксенов. Они продвигаются, застыв на глубине в виде уже твердого тела, по разломам геологическим, под давлением земной коры, они продвигаются вверх, как бы выдавливаются, как сливовые косточки. И по мере продвижения краевые части этих массивов, утрасновных пород, гидротируются, то есть серпетинизируются. Ну, вот здесь коротенькая схема, как это происходит. Это тоже вот природный вид, там, где серпетиниты, обычно в горах всегда образуется понижение в рельефе, и очень хорошо здесь это тоже видно. Пропустим. Повторим. Значит, вот эта таблица, если кому-то она будет интересна, мы потом можем с вами поделиться. А сейчас я коротко просто продиктую вам ее содержание, она плохо здесь видна. Значит, серпетиниты, которые образуются по оливиновым породам, обычно создают петельчатые, пятнистые текстуры, то есть рисунки. Апопередатитовые серпетиниты дают такие глазковые зеленые серпетиниты, я вам один из них покажу. И апокарбонатные серпетиниты, ну, для всех рекомендую, у нас немало станций метро уже, которые облицованы такими карбонатизированными разновидностями серпетинита. Самая яркая из них, это достаточно новая станция, Славянский бульвар. Там вы можете увидеть великолепие этого камня, но при этом один недостаток, который архитекторы этой станции не учли и дали маловато света. Для такого камня, как серпетинит, обязательно нужно, чтобы он все-таки был достаточно хорошо подсвечен. или сформируем сочетание с белыми мраморами, с тем, чтобы на контрасте можно было увидеть это сочетание замечательного зеленого цвета, такого фисташково-зеленого или с контрастным белым. Ну, из станции, которые здесь поблизости, вы можете увидеть, это Алексеевская, полоса серпетинитов уральских окаймляет как раз каждой колонной. И станция спортивная, точно таким же образом украшена полосками серпетинитов. Ну, есть еще одна станция, колонны которой полностью облицованы уральскими серпетинитами Шабровского месторождения, и при желании вы тоже можете, так сказать, свои курсы повышения квалификации устроить при обзоре этих станций в метро. Или заказав через наш университет такую экскурсию для себя. Еще еще дальше. Ну, надо иметь в виду, что кроме самих серпетинитов, которые я вам тут очень немало насчитал, всегда существуют минералы-спутники. Это, как правило, амфиболы, это различные пероксены, тальк, хлорид, ну и еще целая куча других. В первую очередь из них карбонатные бронерид, магнезид, сидерид, ну и ряд других. А также рудные минералы, магнетит, который создает полевидные такие облака, или как такой черный мелкий-мелкий песочек на фоне зеленого камня. Это хромшпенелиды, а также окисленный гематит и другие окисные железа. Ну, в частности, те, кто бывали на станции Курсовская, могут обратить внимание на очень необычные, даже не знаю, какой цвет обозначить для этого серпентинита, но он серовато-коричневато-зеленый, там разные оттенки вот этих трех цветов. Это новая станция Курсовская, то есть колонны на этой станции. После появления и сочленения этих станций на Филевской и Арбатской линии, на пересадке вы можете увидеть колонны из такого необычного серпентинита. Ну, а вот вам пример одного из Кремлевских дворцов, Большого Кремлевского дворца. Здесь брегчие серпентинитовые из Альп в свое время считались очень дорогим камнем, и несколько гостиных украшены в Кремле, Большом Кремлевском дворце, вот этими самыми змеевиками серпентинитов. Ну, физико-механические свойства я здесь опущу. Это для тех, кто будет более скрупулезно интересоваться этим. Ну, и немножко коснусь особенностей обработки. Дело в том, что появление алмазных инструментов и использование очень мелких алмазов в шлифовальных порошках позволили эти змеевики серпентиниты обрабатывать вплоть до зеркального блеска. Ну, перед вами примитивный, простая пепельница из змеевика или серпентинита, из разных его цветовых немножко разновидностей. И здесь, вот для тех, кому это интересно, вы увидите поблескивающие зерна, похожие как будто на включение слюды. На самом деле, это как раз псевдоморфоза серпентина по пироксенам. Вот потом, после завершения, я вам покажу, насколько хорошо украшают эти самые баститы вот такие вот все-таки нитки. Специально взял фонариков, чтобы можно было увидеть блеск этого камня. Ну, теперь перейдем к карбонатизированным разновидностям. Среди них больше всего выделяется офиокальциты. Это породы, образующиеся на контакте утрасновных пород и карбонатных. И, наверное, наиболее такая у нас из прежних станций. Это станция Семеновская, построенная, по-моему, даже в период войны и облиционная вот такими вот офиокальцитами. Видите, вот здесь. На станции Автозаводская вы можете увидеть панно, тоже составленное из различных разновидностей серпентинитов. Вот эта вот верхняя часть. Поэтому, когда есть время, старайтесь немножечко понаблюдательнее быть на станциях метро, особенно там, где есть интересные мозаики. Дело в том, что я много лет уже, можно сказать, проповедую один лозунг, что московский метрополитен является самым грандиозным подземным музеем мира. Там вы можете увидеть огромное количество уникальнейших мозаик, показывающих и рассказывающих об истории нашей. И я вам рекомендую быть повнимательней вот ко всем тем художественным оформлениям, которые позволили с полной уверенностью называть московский метрополитен самым грандиозным подземным музеем мира. Хочу, чтобы вы этой идеей тоже проникли. московский метрополитен вот, например, станция белорусская послевоенные мозаики, там 12 штук, они очень большие, и здесь многие элементы зеленовато-серого цвета все оформлены вот как раз этими самыми змеевиками. Станция Спортивная. Сейчас, минуточку. Спортивная. А, нет, спортивная. Нет, это не спортивная. Это Алексеевская. Виноват. Зацеплен. Алексеевская. Вот как раз полоски такого темно-зеленого змеевика очень интересно оформляют белый мрамор, иначе без этих полосок это выглядело бы гораздо скучнее, если вы спросите дальше. Станция как раз Преображенская площадь вот облицована уральскими змеевиками, и хотя по архитектуре она очень проста, но вы можете посмотреть, что все-таки пожалуй у нас одна единственная станция целиком вот так вот оформлена этим уральскими змеевиками. различные панно на пересадке с одной Комсомольской кольцевой на радиальную и наоборот вы можете увидеть это уникальнейшее красивейшее панно посвященное победе Великой Отечественной войне. Ну вот видите, я всегда туда вожу студентов, они с удовольствием получают большое удовольствие от того, что оказывается, когда куда-то едут, бегут, торопятся, всегда надо приостановиться и посмотреть лишний раз работы наших прежних мастеров, музеичистов, которые оставили свой такой большой след. Станция переход на Белорусскую кольцевую видите, в чисто таком белорусском орнаменте опять же подсказывает вам, что это по сути дела белорусские мотивы присутствуют на двух станциях Белорусской кольцевой и Белорусской радио. Карбонатизированные змеевики стали использоваться при появлении новых станций. Бульвар Дмитрия Донского. Вот как раз индийские карбонатизированные змеевики использованы в оформлении колонны этой станции. И вот Славянский бульвар. Здесь ближним планом я попробовал сфотографировать, насколько это позволяла моя техника, вот эти карбонатизированные зеленые красивейшие в общем-то змеевики, которым просто, к сожалению, не хватает на сегодняшний день достаточного света. И я не теряю надежды убедить руководство метростроя с тем, чтобы оно нашло возможности, сейчас у нас много появилось лэдовских осветительных приборов и так далее, которые могли бы позволить сделать эту станцию еще красивее просто за счет правильного освещения. Ну это вот станция Курсовская, вот здесь как раз эти петельчатые с прожилками змеевика, серпентиниты, вот сейчас не смогу сразу вам назвать месторождение, но в дальнейшем я этот пробел постараюсь устранить. Это станция Курсовская. Ну из змеевика можно сделать большие вазы, вот такие из целиковых блоков очень интересно смотрятся и если туда попадают псевдоморфозы серпентина по пероксенам, те самые баститы, то ваза будет сверкать при лучах яркого света. В музее Фирсмана есть уникальное сооружение. В свое время лаборатория камня подарила этому музею этот уникальный шкафчик секретер, который принадлежал императрице Марии Федоровне. И каждый, кто из вас там окажется, не пожалеет, увидит вот такой шедевр наших камнелезов конца 19 века. Вот таким шкафчиком пользовался наша императрица Мария Федоровна, жена царя Александра Третьего. Вкус у нее, как видите, безупречный. Больше того, итальянские мастера, они были всегда за правилами флорентийской мозаики. как только появились такие изделия в Петербургской фабрике, все однозначно признавали, что совершенство русских мастеров в этом искусстве достигло предела и даже в чем-то обогнало своих учителей-итальянцев. Дальше. А вот перед вами изделие одной из работ фирмы Фаберже. Вот здесь видите вот этот зеленоватый колонный детали этих часов. Это тот самый бавенит серпентин, который многие путают с нефритом, считают, что это нефрит. На самом деле это бавенит. Он, конечно, по твердости не больше четырех, но фирма Фаберже, мастера фирмы Фаберже любили этот материал и немало изделий в свое время было выполнено из него или с применением этого камня. Ну и растеклись по всему миру. Часть есть и у нас в Кремле, в оружейной палате, в музее Ферсмана. Ну и здесь я не примену, что один из видов серпентинизированных, карбонатизированных серпентинитов, которые чаще бытуют под названием Верда Батемала, им украшена трибуна Организации Огненных Наций. Ну, сами понимаете, что на таком фоне можно выступать всегда более уверенно, что и делает наш президент. Благодарю за внимание. Всего вам доброго. Обращайтесь к специалистам, и вы об этом никогда не пожалеете. Сейчас для тех, кто хочет посмотреть, я могу продемонстрировать вот эти самые баститы таинственные, на которые мало кто обращает внимание, но если вы будете при выборе своих изделий, которые вы хотите купить, подарок или еще что-то, будете на это обращать внимание, ваши изделия будут заметно интереснее и красивее. Благодарю за внимание. Что хотелось бы тоже сказать, вот есть такое мнение, что в квартирах и тем более в небольших квартирах использование камня как-то не приветствуется, не используется. Хотелось бы заметить, что это не так, мы не ограничены в этом, в своей работе, мы предлагаем заказчикам также использование камня, просто вопрос идет, наверное, о интенсивности этого камня и о том, какой процент внимания он на себя берет в интерьере. То есть, соответственно, в данном интерьере мы использовали каменную мозаику в виде цветов, и нейтральный и безвый травертин, который абсолютно с этим не спорит и, мне кажется, гармонично будет усмотреться даже в интерьере квартиры. Давайте дальше. Данный интерьер это, например, использование столешницы, конечно, без этого никуда, активно эксплуатируем, пользуемся как обычными столешницами каменными, так и с подсветками. Давайте дальше. Используем часто на фартуках камень радует то, что сейчас, скажем так, технологии обработки камня дошли до высокого уровня и можем использовать не просто как фон на фартуке, так и панно сделать из камня, с разными вставками, и с использованием технологии Waterjet, и с использованием рельефов. Все на сегодняшний день покрывается специальными составами, обрабатывается специальными механизмами на производствах, и проблема именно эксплуатации натурального камня в обиходе уже перестала остро ощущаться, можно позволить себе любые дизайнерские в принципе идеи и решения. Также, если подойдете на наш стенд, вот в левом верхнем углу у нас висят часы, которые потрясающе нам подарили наши компаньоны, наши смежники с рельефом нашего логотипа и с позолотой. Также этот прием в камне используется в интерьере достаточно часто, единственное, следует обращать внимание на то, что покрытия бывают разные, и не у всех компаний данная технология позволяет именно пользоваться активно, то есть чистить или класть на пол подобные рельефные с позолочением камни, так как это стирается. То есть здесь тоже нужно внимание обращать большое на качество продукции. Давай идти дальше. Ксюшка, а вот с этими часами ведь там наносится покрытие на ступеньки, ведь там проблема-то была с безопасностью, человек упал и сломал руку наш заказчик в молодости. Поэтому он очень хотел, чтобы в особняке у него были мраморные ступеньки, но сделать так, чтобы было безопасно. И вот вы потом подойдете, пощупаете, там в мраморе специальная система травления мрамора, и травлением наносится орнамент и рисунки. В результате камень становится нескользким, люди не падают. Вот поэтому вы можете подойти, пощупать. И мы дизайнерам предлагаем такие возможности для того, чтобы сделать безопасным полы, там еще какие-то определенные места, не только для декора, стен, но и для того, чтобы никто не падал, особенно дети. Извините. Спасибо, Виктор Алексеевич. На данном слайде хотелось бы обратить внимание также на панело мраморное на полу. Выполнено достаточно, на мой взгляд, интересно за счет переходов оттенков. Панело достаточно сложное, потому что для того, чтобы добиться объемного такого эффекта, как на визуализации, необходимо буквально каждый слайд подбирать индивидуально и, грубо говоря, делать выкройки непосредственно на камне, практически самостоятельно стоять на производстве и смотреть, как расположить ту или иную деталь, как ее вырезать, для того, чтобы более темная прожилка камня оказалась именно в том месте, где нужно, чтобы показать изгиб листа, листика цветка и так далее. Достаточно долгое и интересное занятие, но, безусловно, оно стоит того, сейчас это по-новому, как раз мы над ним работаем, над его реализацией. Надеюсь, что в скором времени сможем вам продемонстрировать, что из этого получится. Давайте дальше. Тоже очень интересный пример. Заказчик хотел... Задача стояла такая. Пришел заказчик, сказал, я хочу кабинет с библиотекой и хочу, чтобы в кабинете была имитация стены плача. Постарались создать интерьер. На самом деле, в данной ситуации скорее интерьер создавался под эту стену, чтобы он соответствовал самому духу этой стены. Использовался иерусалимский камень. Интересная получилась такая композиция, задумка. То есть, не всегда камень подбирается под интерьер. Иногда бывает он обратно. В сторону интерьера мы делаем под конкретный материал, под конкретное пожелание заказчиков. Давайте дальше. Можно дальше. начнем. Я, в принципе, это все уже проговорила. С каждым годом все больше нас радуют производители и фабрики размерами слегов до каменных, которые достигают уже невероятных каких-то немыслимых размеров, что очень нравится заказчикам. Производителям советую обратить на это внимание, потому что это действительно востребовано. все заказчики очень трепетно относятся к швам. Не важно, будь то мрам, будь то керамогранит, плитка. Чем меньше швов, соответственно, сами понимаете, тем лучше. Смотрится интерьер, смотрится цельнее и ничто не отвлекает от самого непосредственного декора. Давайте дальше. Также вот из натурального камня разработали мозаику, сочетание натурального камня и стеклянной мозаики. Разнообразие цветов камня позволяет делать потрясающий мозаичный понос с эффектом вот этого вот 3D с тенями. также часто используем это в своих интерьерах. Радует то, что очень многие фабрики готовы работать с дизайнерами, готовы работать по индивидуальным проектам и эскизам. Давайте дальше. Было также на прошлом семинаре нашем в прошлом году по-моему на полу по индивидуальному проекту дизайнера с натуральным камнем и с мозаикой из натурального камня. Как видите, не только в классике, но и в ар-деко и в принципе в любом стиле можно использовать этот потрясающий материал. Тоже интересный проект сейчас находится в стадии реализации помещения некой зоны барбекю, в котором постарались использовать много разных видов камня. Что радует опять же в этом материале его разнообразие, его разнообразие по цвету, по материалу, по фактуре, то, что даже один и тот же материал фабрики могут обработать совершенно по-разному, придать разную текстуру, за счет чего дизайнеры могут играть на этом в своих интерьерах и композиции. Был уже этот объект, тоже речь идет о размерах слэвов. Давайте дальше. Что касается использования именно в архитектуре, так как наше бюро занимается не только интерьерами, но и архитектурой и ландшафтом, конечно, нам приходится сталкиваться с вопросом отделки фасада натуральным камнем. Опять же, пытаемся как можно интереснее решить архитектуру за счет сочетания разных материалов, текстур и оттенков. Стараемся использовать разные декоративные элементы. На данной выставке есть несколько стендов, на которых представлена продукция, которую предоставляют производители абсолютно разнообразных форм. И опять же, возможности с каждым годом все увеличиваются, изобретаются новые крепления. Сейчас стало возможным даже вентилированные фасады, которые очень часто отделываются керамогранитом в последнее время с зазорами. Делается из натурального камня. Также крепить на направляющие горизонтальные со специальными клипсами. Очень удобно для общественных зданий или для зданий офисов. Давайте дальше. Малые архитектурные формы, скульптуры тоже нуждаются в камне. Очень важно проверять именно качество камня и понимать, какой камень подойдет для той или иной конструкции. Опять же, камень это достаточно тяжелый материал. Если мы используем его на фасаде, всегда нужно предусматривать то, что вес, который понесет дом и, соответственно, фундамент не должен превышать допустимых норм. иначе могут быть проблемы. Это нужно предусматривать желательно на этапе только строительства, на этапе закладки фундамента, что мы тоже стараемся всегда делать. По необходимости, если так не получается, то, соответственно, доливаем фундамент и решаем какими-то техническими способами этот вопрос. Вот такой тоже пример использования натурального камня в стоянке для машин. Опять же, сочетание разных текстур, мозаик, все это возможно, все это возможно сдать на улице. Сейчас технологии обработки камня, да и самопород камня подразумевают под собой достаточно долговечный материал, доходящий до 200 лет. сохраняется хорошо. Поэтому, опять же, как я уже говорила, неограничены дизайнеры и архитекторы в использовании применения камня в своих работах. Более только в фантазии. На этом, наверное, заканчивается наша презентация. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, такой печальный момент, что нынешние заказчики очень часто считают, что натуральные камни, как и любой натуральный материал, это нечто недоступное, это нечто безумно дорогое и даже не рассматривают как вариант использования в отделке своих домов, квартир. Столкнулась буквально недавно с такой интересной историей, пришел заказчик, к нам сделали визуализацию с лестницей с каменными ступенями. Заказчику понравилось, все замечательно, подошло время к реализации именно отделки, к монтажу. Просчитываем материалы, все отправляем заказчику. Говорят, да вы знаете, мраморные ступени там из искусственного как бы сейчас кризис, да, ну не могу я сейчас так шоковать, давайте мы посмотрим вариант с искусственным камнем. Я вам не знаю, что вы понимаете, ступени там, у них сложная форма, у них фаска там со всех сторон, но это выйдет дешевле. Да нет, нет, у меня там сейчас в квартире подоконники из искусственного камня, столешница из искусственного камня, у меня все устраивает, понимаете, ступени из искусственного камня, они сотрутся, там, меньше возможностей, нет, нет, меня все устраивает, давайте. Хорошо. Просчитала тоже вариант из искусственного камня, ступени, естественно, вышло дороже. На удивление, да, казалось бы, искусственный, натуральный камень. показываю заказчику, отправляю и тот, и другой вариант, опять, искусственный камень делаем, нет, у меня мрамор не надо, не надо мрамор. Что такое? Буквально там за месяц стоит вода стояла цель утешевить проект, все делаем, все бюджетно, не понимаю, что такое. Думаю, ладно, надо подождать, проходит месяц. Еще раз тот же вопрос понимаю, говорю, так и так, вот делаем из искусственного камня или из мрамора. Опять тот же ответ вообще один в один. Вообще не понимаю, что хочет заказчик, хочет сэкономить, предлагаю ему натуральный камень в цене намного дешевле, чем искусственный, нет, понимаю. Так повторялось четыре раза. На пятый раз я приехала с этими считальными, подошла к нему, объяснила, говорю, значит так, Иван Иванович, смотрите, натуральный камень и искусственный камень, натуральный выходит дешевле. И человек как будто, вот как ни в чем не бывало, не было предыдущих четырех разговоров как будто. Правда? А почему? А как так? К чему я это все рассказываю? Рассказываю я это к тому, что у людей в сознании уже сидит вот эта мысль, то, что все натуральное, оно дороже, оно им недоступно. Задача дизайнера показать заказчику то, что есть более бюджетные варианты, есть варианты, где мы можем сэкономить, не потеряв при этом ни качество, ни самих всех дизайнеров, так как каждый дизайнер, да, старается в процессе реализации все-таки сохранить свою идею, сохранить свою задумку. Поэтому дерзайте, доказывайте, что это стоит того, ведь действительно всегда все натурально и экологично, это стоит тех денег, которые за них платят. Всегда можно подобрать более бюджетные варианты за счет как размеров, оттенков, все это возможно и для нашего бюро не является проблемой стоимость того или иного материала. Всегда готовы пойти заказчику навстречу. Спасибо.